Делаем ножки. Ножки у нас небольшие. Давайте возьмем по 2,5 граммчика на каждую ножку. Делаем вот такую капельку. Капелька это у меня 2,5 сантиметрика. У няши ножки такие, то есть ничего особенного. У меня вот такая маленькая ножка. Теперь мы такую сделаем. Так вот. Такая маленькая ножка. То есть особо там каких-то этих я даже не знаю, не вижу. Но давайте мы сделаем хотя бы, чтобы обозначить. Вот так. Лисочку такую небольшую. И на второй ноге то же самое. Помним о том, что ножки мы обязательно между другим другом сравниваем. Чтобы они у нас были одинаковые. То есть одинаковой высоты. Одинаковой ширины. Вот это сравниваем. Чтобы все было хорошо. Может быть. Сразу вставили ножки. Макаем нашу лопочистку в клей. И вкручивающими движениями обязательно вставляем ее в мастику. Помним, если будем давить, деформируем нашу ножку. Поэтому не давим. Аккуратно не скручиваем. И второй точно так же. Так. Оставили. Для платьев взберем 14,5 грамм. Скатали шарик. Аккуратно делаем. Нет, вот так вот получше. Скатали шарик. И начинаем его формировать вот в такую капельку. У меня это капелька 3,8. Вот такая капля. Теперь ставим на стол. И начинаем крутить. Прибивать наши уголочки. Делать острый край. Потом аккуратненько пальчиками еще. Вот так вот сделали. Подровняли все. Вот так. И теперь одеваем на наши ножки. Сразу склеиваем. Смазываем стыки наши. Зубочисточки тоже. И аккуратно одеваем платьишко. Смотрите, чтобы ваши зубочистки, ну или шпажки, не вылезли по бокам. Если видите, что не хватает, значит делаем больше. Кстати, вот платьишко у меня надо... Ой, хорошо, не убежала. Чуть-чуть растянуть прям. У меня такое, ну, как бы достаточно, как сказать, ножик хорошо отходит на расстояние платьишко ее. Одеваем. Я думаю, вот эту ножку я поближе поставлю. Такое вот платьишко. Аккуратненько все. Платьишко поднимаем, чтобы... Вверх оно у нас было вот такое вот. Делали платье, теперь делаем следующее. Мы делаем ей ручки. Ручки-то тоже очень такие маленькие-маленькие. Ну, давайте все-таки где-то 1,2 вот так вот руки. А то совсем мало. 1 грамм. Берем 1,2 грамма. Сразу мы с вами делаем следующее. Делаем ей... У нее там один пальчик на ручке. Так вот. Вот так вот. Такая у нас рука. Я не понимаю, что у нас так мутно. Вот честно, девчонки, не знаю, еще будет. Так. И приклеиваем ей ручку. Дальше делаем голову. Голова у нее такая, короче, шеи у нее нет. Вот это платье, это и есть ее шея. Делаем голову. Голова достаточно большая. Понадобится нам зубочисточка. Макаем ее сразу. И примерно до середины платья вставляем. Кручивающими движениями обязательно. До серединки. Дальше не пикаем, чтобы ни в коем случае там ничего не провалилось. Все лишнее с вами отрезаем. И завешиваем пока голову. Для головы нужно 33,5 грамма. Итак, нужно нам 33,5 грамма. Вот наша голова. Скатали шарик. Стараемся, чтобы шарик у нас был без заломов, без каких-либо трещин. То есть максимально ровно выкатываем. Потом мы его слегка укатали. Получилась у нас вот такая продолговатая голова. Мы ее слегка приминаем. То есть мы, я не знаю, мультики круглые она у него полностью или нет. Я как-то особо не смотрела. Но смысл в том, что нам самое главное это сделать ощущение, что она больше, чем есть на самом деле. То есть мы ее вот так слегка протянем. И получится у нас вот такая вот голова. По сантиметрам это у нас 4,2 на 3,8. Вот такая вот голова. Теперь мы должны сделать наши няши, вот как у пандочек, вокруг глаз. Вот эти вот темные круги. Но у нее они идут цвета такого же, как у нее тело. То есть берем небольшие кусочки мастики. Кладем их на стол и скалочкой мы их раскатываем. Они такие, ну, реально большие у меня. Два пикмача. Сейчас посмотрю. Влезем мы в наши глаза. Или не влезем. Вот эти глаз. Вот такие вот сделала я кружки. У нее вот здесь такая особенность. Я смотрю, вот эти кружки, они как бы чуть-чуть такие застренные, что ли. Не знаю. Ну, короче, слегка такие. Не прям круглые. Поэтому пришлось немножко заморочиться. Ну, кстати, можно вырубками это сделать. Я что-то об этом не подумала. По диаметру это 1,6. Привязательно смотрим, чтобы кружочки были у нас одинакового размера. Хорошо все это дело, как всегда, утрамбовываем стараемся. Чтобы не было таких прям ярых зазоров, да. И теперь делаем, делаем кружки для глаз уже непосредственно. Стараемся сильно не давить, чтобы не деформировать сильно нашу голову. Такие кружочки делаем для глаз. И вставляем сюда белые мастерки. Помним, что глаз у нас не должен запирать. Мастика должна занимать четко ячейку, которую вы для нее определили. Смотрю здесь еще, знаете, что вот этот белый, он чуть-чуть больше находит... То есть здесь более тонкий край такой, короче, чем я. Здесь более тонкий. Вот такие вот глазки. Ну и теперь, может быть, самое сложное начнется это рисование. Нам понадобится какая-то сиреневая красочка, если у вас такая есть. Если нету, то можно смешать опять же розовый с голубым, и получится что-то вроде сиреневый. Ну, у меня что-то вот вроде, тут я уже как-то намешивала себе, так и осталось. Будем с ней работать. У нее вот эти сиреневые глаза внутри очень такие, тоже большие блины. Сейчас вам покажу. И вот второй точно так же. Вот так. Теперь берем черный цвет и рисуем ей зрачок. Зрачок тоже очень большой. Вот так вот. Вот так вот. Теперь, опять же, черным цветом мы нарисуем ей реснички. Для этого идем по границе между белым и черным цветом приблизительно наискосочек такой. То есть делаем вот такой вот искосок. Ой. И здесь точно так же. Вот так. И делаем еще тут вот таких вот две больших ресницы. И здесь точно так же. Две больших ресницы. Если у вас случилось такое же чапай, как у меня, то ничего страшного. Хорошо кисточку смачиваем в лозе. Потом оттираем в салфеточку. И вот так вот потихонечку лозичку убираем. И у вас остается чистый глазик. Теперь нам нужно сделать следующее. Нам нужно сделать два больших блика на ее глазах. Блики реально такие большие. Я всегда вам говорю, когда у нас большие глаза, то и блики у нас тоже очень большие. И кстати странно, блики должны быть параллельные, но у нее блики в разных сторонах. Так что делаю как по картинке. Вообще блики должны быть параллельные. Здесь видимо эта теория не работает. У автора данной фигурки своя тема. Теперь нам нужно сделать ей следующее. Это носик. Декусть надо в чате в одноклассниках. Смотрите. Между глазиков делаем носик. Носик очень маленький у нее. Такая прям пилюшечка. Я ее не смогу взвесить. В общем такой маленький-маленький носик. Вот так. Также нам нужно сделать ей бровки. Они тоже у нее маленькие. И вот так. И теперь надо сделать ей ротик. Она такая улыбашка, ротик такой анимешный у нее. Сначала для себя нарисовала. Теперь аккуратненько стеком буду туда проваливаться. Теперь берем наш красный цвет, берем черный цвет и делаем такой темно-красный цвет, чтобы заполнить внутренность нашего рта. То есть не черным, а таким темно-красным. Вот такой грязно-красный получился у меня. Спасибо, Олесенька. И распределяем наш ротик. И делаем язычок. Язычок делает такого же цвета, как и у ее платья. На рисунок смотрю, у нее там такой же. Сразу вот чуть-чуть туда заедем. Вот так. Такой же. Малеротик. Теперь нам нужно сделать следующее. Это одеть ей эту голову, конечно же. Сразу вместо стыка мы клеем смазываем. Одеваем аккуратненько здесь голову. Вот так. И будем делать ей сейчас ушки. Очень рада, Олес, что тебе понравилось. В принципе, блики всегда, да, они действительно все освежают. Так, смотрите, теперь нам надо сделать ушки. Для ушек я взяла кусочек 1,8 грамм. Ну, можете взять два, если что. Уши. 1,8 грамм на два уха. Вот взяла и сделала вот такой вот блинчик. По диаметру это 1,5 сантиметрика. И вот теперь эти 1,5 сантиметрика мы должны разрезать пополам. Получаем два вот таких небольших ушка. Клеим ушки. Они у нее вот где ее глазки, короче. Добрый вечер, всем добрый вечер. Клеим втором ушка. Такие ушки. Еще у нее есть маленькие хвостики, видела, мультики. Так, сделали вот это все. Сейчас нам нужно с вами сделать ей, у нее на голове такие цветочки, короче, есть. Сейчас мы и сделаем эти цветочки. Для этого нам понадобится вырубка. Лучше всего, если это будет маленькая ромашка. Но если данной вырубки у вас нет, ромашки, то можно вот, в принципе, сделать вот такой вот вырубкой. Вот таким вот. Спасибо, Аналит. Илесенько, спасибо. Расхватите меня совсем, разбалывайте. Вот такая вот у меня ромашечка. Есть меньше. Это большой диаметр, нам надо еще меньше. Просто говорят, что не у всех есть такая вот, вот такая маленькая ромашка. Это у меня один набор. Тут маленькие ромашки. Ромашки у нее красного цвета. На голове. Как делаем ей? У нее на голове два вот этих вот цветочка. Я говорю, буду делать вот такие ромашечки. Если нет, то можно той. И вот здесь у нее как бантики, типа. Типа бантики у нее вот эти два. Два таких цветочка красных. Тихо-тихо. Кто-то ко мне спешит, прям все из рук падает. Падает, палит. Так. Сделали. И вот теперь, смотрите, в принципе, как бы уже все. То есть она готова. Но мне, как всегда, например, немножко не хватает. Я, конечно, со своей немножко отсебятенькой. И я хочу сделать следующее. Я хочу ей щечки. Потонировать немножко. Мне кажется, если вот щечки потонировать, она вообще такая няша-няша. Ну, конечно, кто будет лепить по мультику, этого можно и не делать. Мне кажется, прям вот эти вот небольшие, да, какие-то там блики. Наша отсебятенька. Очень красиво все это делает. И тоже бликов у нее как бы нет. Но я хочу пообликовать ей на глазах обязательно. Я схватила эту кисточку. Сама не знаю. Потому что, знаете, да, у нас мастика не имеет такой плотности, чтобы иметь прям вот белый цвет. Смотрите, какая разница. Да, сразу глазки заиграли. Вот так вот наши блики. Женю же слепет. Вот такая вот. И я думаю, что мы немножко бликаним, совсем чуть-чуть. И дадим ей своей какой-то няшности. Потому что мне, например, вот не хватает бликов. Смотрю, она вот вся такая одинаковая. Скучная какая-то. Да? Смотрите, намного шума. Наша няша. По высоте мы 9 сантиметров. Ура! Я получила то, что хотела. Как раз рядом с нашим дракошей няша будет смотреться, как бы, как сказать, гармонично. Потому что, по мультику, она еще уменьшится. То есть она вообще ему вот такая вот. Ну, хотя бы 9 сантиметров. В принципе, нормально. По весу няша получилась у нас 63,5 грамма. Вот такая вот малышечка. И vida! Игорь!